Хочу работать консультантом в Москве. Отлично, вы приняты. Заполните всего два поля, и мини-резюме на Авито Работа готово. Авито Работа. Найти работу легко. Довольно удивительно, что один из самых популярных симуляторов гонок от компании Electronic Arts добрался до больших экранов лишь спустя 20 лет после выхода первой игры серии, или спустя 13 лет, как в мир кино ворвался первый форсаж, показав всему миру, что погони на крутых тачках имеют повышенный спрос. Прикрутил побольше кшончика, обнулил физику и логику, и касса обеспечена. Вдвойне удивительно, что с экранизацией еще и так долго тянули, когда на экранах уже отгремел пятый форсаж, не напрягая собравший более 600 миллионов. И вот, в 2014 году Electronics Arts совместно со студией Спилберга DreamWork все же махнули рукой со словами «была, не была» и с бюджетом в 66 миллионов запускают в производство фильм по игре Need for Speed. Экранизация обошлась без громких имен, а в режиссерском кресле оказался бывший каскадер и практически дебютант. Впрочем, решение вполне понятно. Все-таки ставка в жажде сделана вовсе не на актерское мастерство. Главное условие – в кадре должно быть побольше навороченных точил. А все остальное пыли второстепенно. Сюжетную линию прикрутили для галочки, написанную одной левой в промежутках между выборами цветовой гаммы суперкаров. И да, это не спасает фильм, и как ни крути, придется его распилить на мелкие кусочки и рассмотреть в деталях, что же все-таки не так с картиной 2014 года «Жажда скорости». Поехали! Начало вполне ровное, но доскрежета в зубах заезженная и ничем уникальным не выделяется. Главный герой – гонщик от бога, имеет оставшийся в наследство скоропостижно умершего отца гараж. Гараж, разумеется, заложен в банки, и вот-вот злые кредиторы изымут в счет уплаты долга. Из клиента в гараже только уличный ветер, так что Тоби ничего не остается, как участвовать в уличных гонках, зашибая монету, чтобы хоть как-то держать гараж на плаву. И вот сбор гадов всех мастей на очередных покатушках, где слышится диалог Тоби с кентами, который вызывает легкое недоумение. Как выяснится позже, Монарх – это местный организатор элитных подпольных гонок на суперкарах. Тогда вопрос, как Тоби в принципе мог предлагать Монарху свою машину к рассмотрению, если катается на Форт Арино 69-го года, когда в гонках Монарха участвуют Бугатти, Верон и Ламборгини. И не успел Тоби перемолвиться двумя словечками с кентами, как тут же объявляется бывшая его девушка с синдромом Мэри Джейн, симпатизирую бедным, но трахаюсь богатыми, которая еще и не понимает, когда требуется изобразить правильную эмоцию. Соболезную Тоби о смерти отца с легкой улыбкой с сияющими глазами. Мне очень жаль твоего отца. Думаете на этом все, а вот черта с два, девушка продолжает жечь. Ты получил мой венок? Да. Хорошо. Да, это именно тот разговор, который нужен гонщику перед заездом. Браво. Ну вот, пошло дорожное Рубилово, и в гонке помимо самого Тоби принимает участие его лучший друг Пит. Вот только зачем? Тоби старается выиграть гонку, чтобы расплатиться с долгами и сохранить мастерскую. Зачем Пит участвует в гонке и мешает своему лучшему другу победить и подзаработать так нужный ему, как воздух, деньги? Или Тоби настолько гордый и застенчивый, что не мог сказать Кенту, мол, братан, бабки нужны на гараже, давай ты в другой раз покатаешься. Сама гонка ничем не примечательная, обычные покатушки по ночному городу под звуки рычащих моторов. Драйвовой музыки нет, вроде как для усиления эффекта присутствия и придания реализма. На самом же деле предается только скука смертная. Гонщики по одному отсеиваются, Тоби замыкает оставшуюся тройку, но под действием сценарного везения, естественно, приходит первым. Всего лишь за 100 метров до финиша, выжав педаль газа до конца. Это не везение, а мастерство. Ну и значит, сидят товарищи-однополчане, празднуют победу, как минуты радости прерывает нарисовавшийся ебанок бывшей подруги Тоби и по совместительству главный говнюк картины. И своим до безобразия идиотским предложением запускает главную сюжетную линию. Что за предложение? А сейчас, внимание, предлагает мастерской, находящейся на грани банкротства, восстановить эксклюзивный Ford Mustang, который лично собирал сам Кэрол Шелби. Цена после восстановления 2 миллиона, и полляма сразу отойдет Тоби за работу. И мало того, что такая серьезная сделка с человеком, которому никто не доверяет, заключается на словах, так еще Тоби и его механики при помощи не иначе, как магии и какой-то матери, умудряются заделывать суперкары стоимостью в миллионы североамериканских рублей. И при этом все равно сидят без работы и денег. И где, интересно, взяли бабки на восстановление Мустанга, если от него только рама и двигла? Причем сам процесс доработки Мустанга волшебными молотками и мистическими отвертками настолько секретны, что остается за кадром. Вуаля, и перед нами предстает готовый Мустанг. Блин, да они даже дольше спорили, будут ли его тюнинговать. Далее проходят вяло текущие смотрины. Будущий Фредди Меркури в безуспешном подкате пытается подцепить одну из чаек. Да, наша работа. Ой, стой. Так вы механики? Тоби и Пит все продолжают разглядывать тачку, словно на нее в гараже не насмотрелись, как тут же подрисовывается блондинка Джулия. И клишировано прикидывается пустым ведром в автотематике, давая ребятам вдоволь над собой поприкалываться. После чего выдает технические характеристики точилы не хуже Микаэлы. О, классный коллектор. Двойная турбина с электронным контролем давления. 5,8 литров, алюминиевый блок, СВС с турбонаддувом и гоночные коллекторы. Но главное, Джулия является некой пепперпотс местного миллиардера, жаждущего купить машину. И раз здесь больше нет желающих купить Мустанг, что даже следующим утром устраивают тест-драйв именно для этого миллиардера, который ее все же покупает, зачем было устраивать презентацию, когда покупатель по факту один, не было никакого аукционной конкуренции за право купить, что мешало сразу показать тачку хозяину Джулии. Ну вот и все, тачка продана за 2,7 миллиона. Тоби становится обладателем четвертой части. 675 тысяч долларов, что вполне позволит выкупить гараж у банка, да еще и на девочек останется. Но тут Дина начинает истерить, мол, как они посмели выпустить машину на тест-драйв без его участия. И да, действительно как. Неужели такой завистливый по характеру собственник, как Дина, после презентации позволил механикам забрать машину? Разве такой расчетливый и жадный человек поступил бы так? Плюс спит, словно вчера из детского сада, начинает подбегать того, кто им еще деньги не отдал. Все знают, что он круче тебя. И само собой у Дина срывает крышу. И недолго думая, будущий король Азерота предлагает выгодное, но рискованное пари Тоби. Не, не, давай. Победишь, получишь мои 75% от Мустанга. Продуешь? Вернешь свои 25%. И Тоби, вместо того, чтобы на вырученные деньги расплатиться с кредиторами и спасти свой любимый гараж, решает поставить на кон все и поучаствовать в гонке с мудаковатым пацаном. Дина Мудина с разогретым пуканом отключает мозг и выдает остолопам дорогостоящие тачки своего дяди. Дядя так и вовсе оставил дом с незаконными суперкарами под присмотром племянника Дуралея. Ну какой имбицил даст своим врагам ключи от автомобилей за 2 миллиона долларов? Хотя доля сделки, за которую они борются, была всего-то чуть больше полумиллиона. Да и зачем брать дорогостоящие контрафактные тачки? У Дина есть тачка, у Тоби тоже, но зарубились бы на них. Плюс Динчик зачем-то дает такой же эксклюзивный суперкар Питу, который мало того, что к спору не имеет никакого отношения, так еще и начинает мешаться в гонке, и Дина его сталкивает с трассы. В результате чего Пит отчаливает из гавани жизни прямиком на тот свет. Да, вот так прикинуть сюжет и конфликт надо постараться. Да и тут явная нестыковочка. Дина опытный гонщик, побеждал в крупных соревнованиях, раз машины дяди однозначно их водил и умеет опыт управления, чего нет у Тоби и Пита. Но те во благо сюжета все равно рвут его как тузики грелку, потому что если ты главный говнюк, то опыт вождения на фоне положительных персонажей автоматически принижается. В общем, проиграв в гонке свои последние трусы, Тоби на 2 года приобретает 4 метра комфортабельного жилья, регулярное питание и возможность придумать план мести за свое же собственное невежество и безответственность. И все благодаря тому, что в полиции сидят киношаблонные недоумки, не нашедшие свидетели гонки, кто бы мог подтвердить присутствие третьей машины. Более того, Тоби на 100% уверен, что в аварии машины Пита виноват именно Динаму Дина. Хотя свой взор в зеркала обратил лишь когда огонь объял машину Пита. Версия о том, что молодой пацан тупо не справился с управлением 5-литрового монстра мощностью 940 лошадиных сил, опытным гонщикам даже в расчет не берется. 730 дней было у Тоби все как следует взвесить, обдумать и найти оптимальное решение для наказания Дина. Вместо того, чтобы связаться с бывшей подружкой, которая ему до сих пор активно симпатизирует, является еще сеструю умершего Пита, с ее помощью попытаться найти доказательства причастности Дина к аварии. Но наш супер-профи гонщик не нашел ничего умнее, как участвовать в гонке против Дина, которая, кроме как победы, никаким отмещением и восстановлением правосудия не пахнет. Причем, по чистой случайности, Тоби откидывается с зоны ровно за двое суток до начала супер-элитной гонки, ну и в которой, кто бы сомневался, конечно же, участвует и сам Дина. Но это так, цветочки. Тоби откидывается с зоны по УДО, где, судя по его недовольной физиономии, его задница была на вес золота. У тебя, наверное, не волоска на теле, да? Мелашка. Созванивается с миллиардером, которого видел и знает буквально 15 секунд, и выпрашивает у него трехмиллионную тачку для гонки. И знаете что? Ты поедешь на Де Леон на моем мустанге? А что я с этого получу? Половину машин, что я выиграю. А это примерно 4 миллиона долларов. Да, миллиардер положительно кивает гривой, отдавая уникальный мустанг ценой в три ляма в руки отсидевшего уголовника за кражу машины. Лишь за призрачную надежду, что если Тоби победит в гонке, тот ему отдаст половину выигрышных машин, которые к финишу целыми могут не доехать, что по сути так и получается. Договор, конечно же, в устной форме, под честное слово. В общем, обычный фантастический бред. В довесок еще к мустангу полагается балласт в виде личного секретаря референда олигарха. Инграм не доверит свою любимую машину бывшему заключенному. Богач наивно полагает, что баба в салоне как-то поможет в случае непредвиденных ситуаций сберечь его мустанг. Да, где таких миллиардеров разводят? Похоже, в лаборатории с названием «Последний лох». Да, и вопрос к профессиональному гонщику Тоби. Он действительно собирался на мустанге выиграть финальную гонку, где соперники будут классом в раза два выше? Правда, проверить ему это не удастся, но сейчас он про это не знает. Да и сам Тоби это вообще клоун. Пальцы веером, сопли пузырями, на ногах фигушки. Весь из себя такой крутой пацанчик. Ничего в своей жизни не имеет, весь в долгах как в шелках, но понтов на десятерых хватит с лихой. На сумасшедшей скорости, на чужой тачке, ценой в три ляма, вытворяет мудацкие выкрутасы. Да у любого парня в такой ситуации сжались бы те самые главные шарики, которые чуть ниже пояса, но только не у нашего. Еще и неадекват с премесью имбецила. Ну кому еще придет в башку идея объезжать пробки по встречному движению? Но большим бредом выглядит друг на самолете, выступающий по рации с GPS-навигатором. Успевает за доли секунды разглядеть нужный проезд на дороге и сообщить об этом Тоби, который также на слух успевает среагировать и войти в нужный поворот. Да, видимо здесь здравому смыслу и логике сказали примерно следующее. Уходи оттуда! И вот после всего этого ебанариума со стороны Тоби им все же удается целыми добраться до Детройта, где требуется подобрать одного дружбана, который преспокойно работает в офисе и как бы не горит желание возвращаться в автослесаря. Но стоит ему увидеть легендарный мустанг из обутыльников, как тут же начинает творить херню. Скидывает одежду до уровня, в чем мать родила, и покидает офис. Зачем? Почему? Почему? Для чего? Даже на секунду не задумываясь, что его может задержать охрана. И это в тот момент, когда его кентам нужна его помощь. Да нет, звездец дальше. Попасть на гонку Де Леон оказывается не так-то уж и просто. Требуется приглашение от самого тайного организатора гонок монарха. И как мы знаем, на Штобе легких путей не ищет. Решает привлечь внимание копов и устроить погоню на оживленных улицах Детройта. В надежде, что этот дебилизм заметит монарх и выпишет ему приглашение. Просто позвонить монарху в эфир и предъявить уникальную машину для гонок Тоби посчитал пустой тратой времени. Хотя, как по мне, такой фанат автогона, как монарх, с руками и ногами бы оторвал, лишь бы увидеть легендарный мустанк на гоночном треке. Это та самая тачка, которую Форд и Шелби собирали. Ну и чтобы дебиловаты, дегенеративно-кретинский план увенчался успехом, дружбан-летчик хрен пойми где угоняет вертолет телевизионного канала, перегоняет видео с камер вертолета на телефон и сразу монарху. Тут же камеры мустанга уже по волшебному самонастраивающемуся каналу коннектятся к серверам монарха. Ну и начинается цирк в прямом эфире. Копы, само собой, не в состоянии по-взрослому перекрыть дороги и остановить нарушителя. А наш герой, надо полагать, зарядив своей безотказной удачей мустанг, слепую совершает прыжок на соседнюю проезжую часть, с железной уверенностью, что ни в кого не врубится. Да и сам эпичный полет мустанга через целое столпотворение машин и особенно его безболезненное приземление с такой высоты, может я конечно чего не понимаю, но в реальности мне представляется что-то такое. Да нет, тут должна быть малость другая интерпретация. Ну а следом особо радует глаз, как от мустанга мощностью в 940 лошадиных сил не отстают кенты Тоби на Форд F450 с движком всего в 400 лошадей. Да и больше всего это недоразумение походит на сон зека, где он настолько крут, что не может как следует подогнать борт своего мустанга к Форду, чтобы произвести заправку на ходу. И зачем, господи ты боже мой, заправляться на ходу, подвергая себя и своих приятелей риску, когда это можно сделать на обочине, потеряв от силы 3 минуты времени. Да, что сделало бы эту сцену еще зрелищнее, это если бы Джулия помыла машину на ходу, а оператор мобильной заправки Фин заодно проверил давление в шинах. Вот мы дебилы, а. Я все не перестаю тебе удивляться. Я тоже. Без году неделя знает пацана, у нее задание от босса сберечь мустанг, а она на скорости решила смертельной акробатикой позаниматься. Ради чего? Это же как нужно хотеть на шпагу Тоби присесть, чтобы на такое решиться? Что? Я про шпиль. Фин, вернись в машину, это небезопасно. Тоби Маршал, добро пожаловать в Делеон. О том, что Тоби допущен монархом гонки, очень не по кайфу Дина, и он рожает просто гениальный план. Я не хочу видеть его на старте Делеон. Я готов презентовать мой элементу любому, кто остановит Тоби Маршала. Ну не дурак, а? Дина точно знает место, куда должен прибыть Тоби для регистрации в гонке. Он с ним там даже пересечется. Почему он всего-навсего не вызвал копов? И все, копы вяжут Тоби, он пропускает гонку, возвращается на нары, у Дины остается ламборгини, он выигрывает гонку. Профит. Плюс сама не знаю, чего хочу, так удобно в соседнем кабинете слышит, как Джулия сеет зерно сомнения по поводу вины Тоби. На месте аварии Бита было три машины, это факт. И тут девочку прорывает. Годами кувыркалась с наглым богатеньким Дина, но стоит левой клуши, подмахивающей бывшему уголовнику, чтобы тот ее боссу выиграл машин на 4 лимона, сказать, что Тоби не виноват, как она бросается искать доказательства ее слов. В компе своего парня, который, как последний олень, не знает про сочетание клавиш Windows L, блокировка компьютера. Ну а Дина Оленина, естественно, взял да сохранил на себя компромат. Данные о машине, которая может доказать его причастность к смерти Пита. Мустанг уже как 12 часов в розыске, поэтому бывший будущий зэк не видит ничего страшного дать барышне сходить в сортир, пока он заправляется. Хотя в любую секунду их могут замести копы и придется мигом нырять в мустанг и рвать когти. И пока Джулия всеми силами сначала пытается не попасть в поле зрения копа, а затем пытается отболтаться и скрыться, Тоби, как человек с крохотным мозгом, не придумал ничего дельного, как подвязать к машине копа цепь, потому что просто проколоть колеса пацан с жаждой скорости в крови сообразить ну никак не мог. Конечно, лучше повешать на себя лишнее уничтожение полицейского автомобиля и дополнительный иск за причинение вреда здоровью полицейскому. Да, и откуда собственно взялась цепь? Вот же, когда коп идет к машине, ее и близко нет. Ну надо же, наш супер крутой мачо мистер Титановая Мошонка даже спит брутально и красиво. Вот почему вот не так? И вот любование Джессики спящим Тоби прерывают дорожные рэкетиры, откликнувшиеся на предложение Дина. И чтобы на фоне всеобщего дебилизма не выделяться интеллектом, проворачивают нападение на Мустанг самым жопообразным способом. Выносят фары до стекла вместо колес, прут в лобовую и сами же очкуют, вместо того, чтобы все на все заблокировать дорогу. Причем у них тяжелая техника, и вместо того, чтобы всем скопом устроить засаду именно вот на этом участке, где Мустангу просто некуда деться, эти дурачки растягивают все свои силы хрен знает на сколько километров. И все ради того, чтобы девчонке было как можно проще находить лазейки для ухода. Ну а появлению дружбана на вертушке в самый подходящий момент можно в принципе не удивляться. Еще и на военно-транспортном вертолете именно под стать текущему положению героев. А самому Мустангу, насколько можно судить при восстановлении, а хламоны Тоби замутили крышу из неизвестного сверхпрочного сплава, раз она не рвется под весом в две тонны. Вот так. Машину десантируют на каком-то озере, а в следующем кадре герои на разыскиваемой машине со следами от выстрелов уже спокойно катаются по Сан-Франциско. Без малейшего намека на беспокойство со стороны полицейских. И вот опять. Дина Баранина уже должен быть в курсе, что его берсерки в каньоне обгадились и остались с хреном на руках. Что ему мешало вызвать копов прямо в отель, куда собственно приехал Тоби на регистрацию в гонке? Этот парень пиздец какой тупой! Ну ладно, Баран он и в Африке Баран. Ну все, регистрация пройдена, все пучком. Тоби садится в тачку, но стоит ему тронуться, как именно в этом месте материализуется разогнанный до нужной скорости грузовик. Словно ему дали отмашку секунд за 30 до того, как Тоби выехал с территории отеля на проезжую часть. Мустанг в хламину, Джулия в больничке, все, Тоби профукал гонку до ее старта, да? Ага, сейчас. Пацан-то у нас поцелованный сценарием, вызванивает бывшую подругу, которая сразу же соглашается приехать и подгоняет нужную ему как воздух тачку. Мне нужна машина. Это мне? Тебе. Да не простую, а именно гиперкар, который по чистой случайности складируется здесь же, в Сан-Франциско, где и назначена гонка. Ой, как удобно, твою мать! Ну и, конечно, это оказывается та самая тачка с гонки, когда погиб Пит. Потому что расчетливый мальчуган Дина Кретина живет в своем узком мерке любителей крутых тачек и не знает про такие слова, как улики и доказательства. Ладно, может ему было жалко избавляться от такой тачилы, но за два года не перекрасить ее это уже за рамки любого понимания. Этот парень пиздец какой тупой! Да и организатор элитных супергонок на машинах стоимостью в миллион долларов не имеет ничего против, что за секунду до старта один из участников приезжает на совершенно другой машине, а не на той, что была заявлена. Причем по правилам Де Леона победитель получает все машины. И как тогда победитель может рассчитывать на машину Тоби, если она принадлежит совершенно другому человеку, который, между прочим, сам участвует в гонке? Да Дина тут же должен был поднять кипиш, что это его машина, и лишить Тоби права участвовать. Да что это, мать вашу, за такие элитные топ-гонки, в которых так трудно стать участником, но можно в последний момент менять машину, да еще и выступать накраденной. Хрен с ними, гонка должна состояться, и она состоится. Старт, виск колес, погнали. И, увы, гонка слита. Авторы изначально предупреждали всех, что никакой графики в картине не будет, что ставка делается на реализм. Это, конечно, все здорово, но, пожалуй, именно это и сгубило фильм окончательно. Нет того драйва, той скорости, того безумия, что происходит в любой серии Форсажа. А еще, походу, крутой гонщик Тоби никогда не водил автомобиль. Во всяком случае, на большой скорости уж точно. Так подруливать и так ловить дорогу на огромной скорости, причем на ровном асфальтированном участке. Да лучше бы просто руль отпустил, и то бы была бы меньше вероятность слететь с дороги. С появлением неадекватных полицейских становится маленько веселее. Не успевают расставить шипы, но и как следует не в состоянии перекрыть дорогу своими же машинами. Зато ценой своих служебных машин и жизнью водителей, и глазом не моргнув, решаются на отчаянные действия. Финальная часть покатушек проходит в стандартном ключе. Выбиваются все машины, кроме тачек двух главных героев. Лидерство периодически переходит от одного к другому, и вот Тоби, поравнявшись с Дина, зрительно шлет его, ожидая от того подляны и разумеется дожидается. Так еще и успевает на скорости в 200 км среагировать и уйти от столкновения. И как и положено Добряку, возвращается за мудаком Дина, вытаскивая того из горящей ламборгини, и успевает пересечь черту финиша, которая почему-то находится в тупике, и хочешь не хочешь приходится сдаваться копам. Это что, такой прикол от монарха? Устроить незаконную гонку с кучей ДТП и жертв и разместить финиш в тупике, чтобы тебя при любом раскладе повязали? И вот Тоби отправляется досиживать свой недосидевший срок. И по странному стечению обстоятельств, его у входа из тюрьмы встречает Джулия на новеньком Мустанге, а не сам миллиардер, которому Тоби задолжал Мустанг за три ляма и четыре ляма с выигрышных машин, которые, надо полагать, сейчас все ржавеют на штрафстоянках полиции штата Калифорния. Да какие 7 миллионов, у вас же любовь, езжайте в закат, а деньги никуда не денутся, подождут. Смирись! Моя старая копейка самый лучший аппарат, моя ржавая копейка, я тебе безумно рад. И пускай вокруг всех ают наш российский автопром, не плевать на них, зато не пешком. На бензин не дорочусь я, это самое...